Приветствую вас! Давайте я, наверное, пройдусь по... прямо вот... по хронологии того, что вы описываете, для того, чтобы вам было понятно, как... ну, во-первых, как вы сами свою информацию подаете. И чтобы вам было понятно, знаете, чтобы вам было понятно, как вообще обстоят дела на данный момент. Значит, вам было уже 17, вы познакомились с парнем, начали встречаться, спустя пару недель общения, так как очень понравились друг другу. Я потеряла голову, полюбила его, и он стал моим первым парнем. Все было хорошо, но спустя некоторое время чувства стали пропадать. Много ссори, в конечном итоге, спустя полгода он бросил меня, сказав, что встречался только из-за жалобства. Смотрите, что произошло... вы оба, т.е. вы и ваш парень, значит, будучи по сути... будучи по сути дела детьми, с детьми встретились, полюбили друг друга, и, значит, полюбив друг друга, вы... Опять же, я сейчас скажу такую вещь, по моему мнению, пересели одну из самых главных, начальных стадий отношений. Это страсти. У вас была сильная страсть. И у вас, и у него, у вас, обоих, была очень сильная страсть. Это нужно понимать. Я совсем не случайно об этом вам сказал. Я совсем не случайно об этом стал говорить. Страсть ваша была сильной. Общаться вы начали спустя пару недель, и ровно полгода спустя он вас бросил. Значит, шесть... шесть месяцев прошло, после того, как вы начали встречаться. Это как раз таки срок, когда страсть исчезает. Страсть исчезла, определенно, нового. То есть, как бы, помимо страсти у вас не было ничего, так как вы были детьми, и, скорее всего, вас связывали только гендерные отношения. Говоря гендерные, я имею в виду только отношения между мужчиной и женщиной. То есть, вы друг друга воспринимали именно так. И вы остались. Ну, совершенно обычное явление. Ничего такого ненормального в этом нет. Я имею в виду, ну, в расставании ничего аномального нет. Реально, вы пишите, что мужчина сказал, что расстав с вами... Эээ... встречался с вами из жалости. Тут, конечно, первый звоночек. Такой, я бы сказал, этим тревожный. Я подумал, почему вдруг, вот, встречались, проводили время вместе, все хорошо было, а потом раз, и встречался из жалости. Откуда взялось вот это вот из жалости? Мне было не очень понятно. И тогда вам самой нужно для себя вот этот момент, вот не знаю, насколько он вас сейчас волнует или не волнует, на всякий случай, понять, что это не так, то, что он вам говорил. Не из жалости он с вами встречался. Просто так обычно бывает, когда страсть завершается, а ничего нового нет, как бы вот, ну, сверх страсти нового ничего нет. Так бывает, что чувствуешь, что на человека же я просто брать его время. И появляется потребность принятия человека, чтобы оправдать самого себя в том, что ты делал. Чтобы не так сильно жалеть о том, что ты делал. Это один из таких элементов фрустрации. Надо сказать, один из самых неприятных элементов фрустрации для другого человека, конечно, то есть для вас. Тем не менее, мужчина вас травмировал своим поведением, как бы там ни было, хотел он этого или нет, травмировал. И далее вы пишете следующее. И обжали свои параметры, и на это время у меня было три парня в интимном плане, два из которых, скорее, насильно. Тут вот не очень понятно, насильно с чьей стороны, с вашей или со стороны парней, но три парня у вас было в интимном плане. Зачем? Для чего? Почему вы сделали так? Для чего вы так поступили? Что вами двигало, когда вы хотели так поступить? Что вы хотели доказать своему парню? Или что-то еще. То есть постарайтесь осознать мотивацию, вот мотивацию именно того, что вами двигало. Это на самом деле очень важный момент. Мотивация. Это очень важный момент здесь. Так как от нее зависит то, какие у вас желания. А от желания зависит ваше поведение. Потому что поведение определяется именно желаниями. Ну, как бы потребностями, да? Вот. Значит, далее. Далее вы пишете, что... Да, и как вы к этому относитесь, кстати говоря? Очень важный момент. То есть, очевидно, там дальше по тексту у вас идет, что вы совершили ошибку, что вы раскаиваетесь сейчас в том, что сделали, что вы понимаете, что то, что вы сделали, это было ужасно, и так далее, и так далее, и так далее. Правда заключается в том, что это не было ужасно, а на тот момент для вас это было актуально, вы поступали единственным верным для себя способом, и не нужно думать, что вы были неправы. На самом деле, если так вот подумать, то неправы вы оба. И мужчина неправ, что сказал вам достаточно обидные слова, ну и вам, конечно, тоже поступать определенным образом было не нужно. Но, на тот момент у вас не было выбора, а раз не было выбора, то вы были в роли субъекта. Вы, наверное, очень страдали, вам было плохо, вы не думали, что с мужчиной вы будете еще, например, общаться, или что-то вроде того. И когда вы из этой ситуации вышли, а вышли вы из этой ситуации немного позже, то вы стали очень быстро понимать, что допустили вы ошибку. И ошибку вы допустили достаточно серьезно. Но когда ошибку вы допустили, когда вы осознали, что вы совершили ошибку, ну как бы было уже поздно. И теперь вы себя вините. Так вот, вина, важно, вот это вот чувство вины, как бы, кстати говоря, вам и мужчина вас внушает, уж не знаю, осознанно что-то делать или нет. Ваше чувство вины, оно продиктовано двумя аспектами. Первый аспект касающегося чувства вины звучит примерно так, что вы, находясь в той ситуации, когда вам было плохо, по-другому поступить не могли. И лишь только оказавшись вне ее, когда вы вновь стали общаться с мужчиной, вы, значит, осознали свою ошибку. Раньше осознать вы ее не могли, и как только вы стали наблюдателем своей ситуации, как только вы мышли из нее, вы стали наблюдателем, тут же и началось осознание. И когда началось осознание того, что вы сделали, способов и средств, изменить эту ситуацию, поменять ее у вас, конечно же, уже не было. Но надо понимать, что в момент совершения того или иного поступка у человека нет возможности оценить всю ситуацию целиком в целом. Потому что он субъект. Когда вы были субъектом, вы не могли оценивать ситуацию полностью. И смогли только тогда, когда стали наблюдателем когда она закончилась. И чувствованы по одной из причин у вас потому, что вы еще в памяти своей вы еще субъект. А фактически вы уже наблюдателем. И будучи наблюдателем, у вас нет средств для того, чтобы ситуацию изменить. Но не все, к сожалению, у вас так просто. Далее вы пишите о том, что молодой человек вернулся, сказал, что осознал, каким дорогим он был, и что решил попробовать сначала. вы решили ставить этот шаг. Молодец, вы молодец. Позже рассказал ему о своих ошибках. О чем уже жили? Ну, тоже момент. А зачем вы рассказали ему, какую серву вы преследовали, почему тогда не обратились к психологу? Вопрос тоже уже неактуален. о чем уже жили? Он не может мне простить забыть, мы остались, стали лучшими друзьями, ну и дальше по сути, я люблю его, он меня может есть, значит, как действовать в данной ситуации. Может есть способ, когда сказать, что больше такого не повторится. И вот здесь, казалось бы, казалось бы, вам можно сказать, ну, достаточно такую, знаете, обыденную вещь, что вам надо сперва перестать винить себя, вам нужно откровенно поговорить с мужчиной и сказать, что вы прошлого изменить не можете. Но вы получили опыт, и вы, благодаря этому опыту, понимаете, что хотите быть только с вашим мужчиной и не с кем больше, вы можете с ним поговорить, то есть предоставить ему все, все, как бы возможности, все данные, все, все вот свои намерения, то есть как бы полностью раскрыть свои карты, по сути. Если мужчина любит вас, он либо обратится к психологу САЛ для помощи, проработки этой проблемы, либо он примет вас, либо нет. То есть доказывать вам ничего не нужно. Доказать можно тому, кто хочет, чтобы ему доказали. Ваш мужчина создает впечатление, создает ощущение, что он не желает, чтобы вы ему доказывали. Он не может вам простить. Человек не может простить, не может понять. По его мнению, вы его предали, хотя предательства не было, фактически, потому что вы расстали. Если говорить об ответственности, то он, зная вашу ситуацию в целом, сказал ужасные вещи. Так что мужчине ничего доказывать не надо. На самом деле. И поначалу, поначалу, я вам хотел сказать именно это, потому что это было логично, это было актуально, по моему мнению, это было правильно. Далее вы пишите совершенно неожиданную вещь. Вы пишите я потерял родителей и я не могу позволить себе потерять и его. И тут как бы знаете, словно реальность взяла и перевернулась. Я сейчас говорю абсолютно искренне. Реальность взяла и перевернулась. Хочется вас спросить, почему вы сразу об этом не сказали. Хочется вас спросить, почему вы сразу не донесли такой важный момент. Впрочем, полагаю, что вы писали так, как вам чувствовал. Вы знаете, молодой человек, каким бы он ни был, как бы он вас не любил, как бы вы не любили его, вообще-то говоря, совершенно не обязан заменять вам родителей. Случить это очень жестоко, тем менее, это так. Чем быстрее вы это поймете, тем будет лучше для вас. Молодой человек не должен заменять вам родителей. Более того, он не может этого сделать. Молодой человек не сможет заменить вам родителей. Та боль, которую вы испытываете от того, что потеряли своих родителей, так вот, она не уйдет сама по себе. Эту боль нужно вам прорабатывать психологом, вам необходимо становиться настоятельной и независимой в этом плане от молодого человека, не только от вашего молодого человека, а вообще от людей в плане родителей. Не искать молодого человека родителя, то-есть, 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 и в этом плане становиться свободной. И став в этом плане свободной, вы посмотрите на молодого человека не как на замену ваших родителей, как вы его сейчас воспринимаете, а вы посмотрите на молодого человека по-другому, так, как и нужно на него смотреть, как женщина смотрит на мужчину, именно так вам и нужно смотреть на своего молодого человека. Возможно, именно это и стало причиной вашего расставания первоначально. Вы чересчур много, чересчур сильно начали в молодом человеке растворяться. Вы чересчур стали от него зависимы, молодому человеку это не понравилось. Молодой человек почувствовал, что вы уже воспринимаете его не столько как мужчину, сколько какого-то родителя, может быть, или просто все в нем нуждаетесь, а это ему, естественно, не нужно, и отсюда он начал тяготиться тем, что с вами в отношениях. при этом как женщина вы для него хорошая, подходящая, идеальная и все. Понимаете? Ну, нельзя в отношениях вопрос ставить таким образом. Я не могу потерять его толщину. Вы можете его потерять? Вы уже его потеряли? Поэтому чтобы иметь шанс его вернуть, вам нужно для себя допустить ту мысль, что вы его потеряли, перестать бояться этого, перестать бороться с этим, принять это, обрести независимость от него и возможно от родителей, ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, в плане родителя, обрести независимость в плане родителей, проработать травму, которая у вас осталась после того, что они учились. И тогда уже, будучи обновленной новой, отознавая кто вы, куда идете, для чего и почему именно для себя, вы посмотрите на молодого человека несколько поинов. И будет он вам нужен тогда? Будете ли вы в нем нуждаться тогда? Вот в чем большой вопрос. вопрос. И именно так я бы вам хотел ответить. Тема с родителями безусловно довольно серьезная. И обсуждать ее здесь в своем вопросе я бы не стал. Так получилось довольно много. Поэтому если вас это интересует, если вас это волнует, выберите эксперта на нашем ресурсе и обратитесь к нему за личной консультацией. Вам помогут, вам помогут преодолеть вашу проблему, вам помогут преодолеть вашу зависимость. Но не хотелось бы, чтобы вы рассчитывали на быстрый результат. это не самая быстрая работа, поэтому приготовьтесь, что это займет какое-то время. Тем не менее, момент важный и было бы здорово, если бы вы действительно озаботились беседой в личном плане. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. удачи. Продолжение следует...